Санитарная авиация России В Конституте начиналась создаваться служба медицинных катастроф и очень хочется соответствовать тому уровню профессионализма, которым обладали наши учителя. Доклад посвящен, что же у нас за такая санитарная авиация есть сегодня в России, какие направления совершенствования, что мы можем сегодня сделать. Сегодня приходится констатировать, что тенденция увеличения количества чрезвычайных ситуаций с большим числом пострадавших, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи, это важный фактор среди всех прочих вызовов современному здравоохранению. Снижение тяжести медицинских последствий не наблюдается. За последние пять лет это более 200 тысяч пострадавших, из них 60% госпитализированных, что говорит о тяжести состояния. При массовом возникновении пострадавших санитарно-авиационная эвакуация обеспечивает спасение жизни, сохранение здоровья тяжелораненых и больных. Вместе с тем, готовность здравоохранения страны к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, к эффективной работе в ЧАЭС, она формируется при повседневной деятельности. Президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путиным определена как одна из приоритетных задач российского здравоохранения, это повысить доступность и уровень качества медицинской помощи жителям отдаленных и труднодоступных районов. Для этого необходимо применять в том числе и выездные формы работы. В результате кризиса 90-х годов прошлого столетия применение санитарной авиации очень было ограничено, в основном это в районах и на территориях Сибири, Дальнего Востока, где воздушный транспорт это единственная возможность обеспечить медицинской помощью. В этих условиях, особенности работы выездных форм, вот в этих условиях обеспечить доступность, своевременность без санитарной авиации как-то трудно даже представить. Проблема и актуальность понятны, что же сегодня препятствует должному развитию системы санитарной авиации в нашей стране. Ну а о финансировании пока говорить не будем. Необходимо создать систему, чтобы органы управления здравоохранением в регионах научились приобретать санитарно-авиационные услуги. И главное это современное состояние авиационной техники, которая может быть применена для санитарно-авиационной эвакуации. Что мы имеем на сегодняшний день и как мы понимаем авиационную технику для санитарной авиации? Первый вариант это специальные медицинские самолеты. К сожалению, в России нет ни одного медицинского самолета. Как правило мы используем в территории России переоборудованные транспортные самолеты, в основном МЧС России, за счет создания модулей специальных медицинских самолетов. И из-за рубежа и на территории России используются регулярные рейсы воздушных судов гражданской авиации. Конечно, ясно, что нам нужны специальные медицинские самолеты. Что мы используем в регионах на сегодняшний день? Вертолеты легкого класса. Это расстояние до 400 километров. Ну 400 километров имеется в одну сторону, обязательно дозаправка. А если нет дозаправки, то радиус 200 километров. На сегодняшний день это сертифицирован наконец в Казани вертолет Ансад. Вертолетик маленький, но как в той песне, но зато свой. Ка-226 очень тяжелый для работы там съемный кузов. Ми-2 еще кое-где работает. Развивается совместное производство с российско-итальянской Аугуст. Работали у нас еще недавно БО-105, БК-117, БЭЛ. И вертолеты среднего класса до 800 километров. Незаменимый Ми-8 для России. Перспективы развития Ми-38, Ка-32. Ка-32, кстати, используется санитарной авиацией Португалии. В Томилино производится Аугуста-139. И из Германии Е-145, и уже появился 155-й один самолет. Вот еще недавно летали БК-шки в Москве. Сейчас Е-145 из 2015 года. БК-117, Ансад, я рассказал Казанский вариант. Тоже там тесновато, но что делать. Аугуста-139. Прекрасный вертолет. Разработана система противообледенения для северных районов. Средний вертолет 800 километров. Меньше расход топлива, но дороже технической осуды. И Ми-38 в течение пяти лет должен постепенно заменить Ми-8. Больше размер кузова, меньше расход топлива, цена летного часа меньше, чем у Ми-8. Ми-8, конечно, очень много расход топлива. Проблема вертолетных площадок на сегодняшний день. В нужном количестве их никогда не хватало. Необорудованные вертолетные площадки не сертифицированы. Необходимо их создавать, строить. Иногда вертолетные площадки используются те, что есть. Они 70-80 километров от лечебного учреждения. И что толку туда в санитарную авиацию везли? Не транспортабельного для автомобильного транспорта. Туда приземлились, погрузили на скорую помощь. И теперь 70-80 километров везти. Это всегда проблема. На сегодняшний день стоимость строительства одной вертолетной площадки, это как средняя температура по больнице, в среднем по России, минимальная 10 миллионов рублей. Хотя в каждом регионе это по-разному. Естественно. И, конечно, для России необходимы самолеты. Как легкие, так и среднемагистральные, и дальнемагистральные. Сейчас немножко расскажу, что нам Минпромторг приготовил на сегодняшний день, что у них есть в заначках по разработке легких самолетов. Среднемагистральный АН-74 работает, АН-148. Появился у нас сухой суперджет. И дальнемагистральные. Это незаменимый Ил-76. И мечта всей санитарной авиации всего мира. Фалькон 900. Дальность 10 тысяч километров. Два пострадавших. Лежа. Быстрая скорость. Изумительная. Но пока можем об этом только в России мечтать. Вот Минпромторг, как представляет авиационную подвижность малой авиации на территории России. Здесь много интересных данных и факторов. К сожалению, на слайд не очень указан коэффициент автоподвижности. Он мало где превышает 0,5. Рынок малой авиации на сегодняшний день. 134 воздушных суда работают в регионах на коммерческой основе. Отсутствует регулярный поток пассажиров. Используется загрузка. Самолетик до 20 мест только на 50 где-то процентов загружается. И перспектива замещения нашего кукурузника Ан-2 планируется. Проводится комплексное исследование. Создаются новые воздушные суда для малой авиации, которые могут быть применимы и для санитарной авиации. В том числе, вот уже слышали, ТБС, МС, Моноплан, малая авиация, 14-й год уже налетает, часы и бипланы новые. Летно-техническая характеристика Ан-3 на замену Ан-2. Сесна незаменимая сейчас активно используется в Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах. И вот наработаны совместное производство Л-410 на 50-60 мест Ан-24, Ан-140 и самолеты Китая, МА-600, Франции и Канады. Ил-76, модуль медицинский, санитарный, разработан специалистами-инженерами Центра Спаса и Центра Защиты. Это первое применение, всем известно, хромая лошадь, пожар в Перми. 25 модулей по 4 места, был 76-й. 20 человек на управляемом дыхании, вы представляете, сопровождение в полете таких тяжело обожженных. Ми-8, двухместный модуль. А вот внизу слева, до появления модуля медицинских самолетов, активно самолеты МЧС загоняли реанимобиль. Самый наглядный пример во время трагедии Бесплана. Трехлетний мальчик Азамат. Ранение брюшной полости с инвентарацией внутренних органов. В течение 6 часов все меры были приняты показания неотложной помощи, эвакуацией на реанимобиль в Москву, в 9-ю больницу, жив-здоров. И, конечно, на смену очень надеемся на сухой суперджет. Сегодня на региональном уровне экстренную медицинскую помощь с применением санитарной авиации оказывают специалисты санитарной авиации 50 территориальных центров медицинных катастроф, 32 отделений краевых республиканских окружных больниц. Также детские отделения экстренно-консультативно-медицинской помощи, консультативные центры и перинатальные центры. В 43 субъектах более 150 единиц воздушного транспорта. Для примера, в Соединенных Штатах для этих целей около 1000 воздушных судов, а на огромную Германию более 100. Это для сравнения, да? Одна из бед российской авиации, то, что авиационная компания в договорных отношениях подписывает красиво, а представляет устаревшие модели воздушных судов, налетавшие. По остаточному принципу. В первую очередь, коммерцию хорошие идут. Стоимость расходов на применение санитарной авиации для бюджета большинства субъектов Российской Федерации зачастую не посильна. Выделяемые на сегодняшний день на оплату полетов санитарной авиации в 2,5 раза меньше, чем требуется. Вместе с тем, объемы оказанной экстренной скорой специализированной и консультативной медицинской помощи увеличиваются. А вот применение санитарной авиации для этих целей отстает, как видите. Оно должно обеспечить не менее 1,3 вызовов. А в отдельных районах, за Уралом, Сибири, на Дальнем Востоке, Севере, 50%, 2,3 и более того. Некоторых субъектов Российской Федерации за счет средств региональных бюджетов решаются вопросы развития системы санитарной авиации. Так, в рамках государственного начальственного партнерства авиакомпания «Хелли Драйв» на собственные средства построила несколько вертолетных площадок при центральных районных больницах Ленинградской области и представляет комплексные услуги по полетам медицинских вертолетов в Северо-Западном федеральном округе, становится постепенно межрегиональным центром санитарной авиации. Специалисты территориального центра медицинных катастроф Ханты-Мансийского автономного округа выполняют целый комплекс работ по развитию региональной системы, в том числе с применением легких самолетов в рамках государственного начальственного партнерства. Они пришли к выводу о необходимости отработать механизм взаимодействия с авиакомпанией по обновлению парков авиационных судов, использованием лизинговых, концессионных механизмов, с привлечением средств бюджета в виде целевых субсидий и средств частных инвесторов. 2 октября на площадках по экономии в Сочи, где обсуждались ряд проблемы, был доклад министра здравоохранения Ханты-Мансийского округа, который одобрили и Вероника Игорьевна Скворцова, и Дмитрий Анатольевич Медведев по развитию такой системы региональной санитарной авиации. Ну, москвичам не надо рассказывать, как работают вертолеты в Москве. Московский авиационный центр МЧС России. Первый огромный опыт применения вертолета в мегаполисе. Есть свои особенности, есть зоны, где нельзя летать и так дальше. Вызовы в ночное время, дневное вызов за пределы Московской области. Очень большой опыт, который сейчас используют многие другие города и мегаполисы, и поменьше. И Центр экстренной медицинской помощи города Москвы. Вот хотя бы на примере аварии Московского мемпрополителя в июле 2014 года около 300 пострадавших. Самое активное использование медицинских вертолетов. Сейчас в Министерство здравоохранения Оксана Игоревна Гусева курирует эту проблему с нашими специалистами Центра защиты. Это разработано проектное предложение по приоритету обеспечения своевременности и оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации. Здесь представлены 34 региона, которые определены для реализации проекта развития санитарной авиации. Согласно проекту, планируется строительство вертолетных площадок при медицинских организациях 34 и софинансирование оплаты санитарно-авиационных услуг. Как видите, стоимость одного вылета, куда входит очень много компонентов, выросла с 2015 года почти в три раза. На федеральном уровне экстренную скорую специализированную консультативную медицинскую помощь с применением санитарной авиации, в том числе российским гражданам, находящимся за рубежом, заболевшим, пострадавшим в ЧАЭС, оказывают специалисты Центра медицинской эвакуации ВЦМК-защита с привлечением врачей-консультантов с федеральных лечебных учреждений. Но в международной практике, я уже говорил, применяются специальные медицинские самолеты. Как правило, мы применяем либо переоборудованные воздушные суда МЧС, а в последнее время в основном рейсовые самолеты, выполняющие рейсы. Вот география полетов по России, самолеты МЧС. Если обратите внимание, 257 эвакуируемых с Ростова-на-Дону. Это территория Донбасса, Луганска, где трудно сейчас оказание медицинской помощи. И мы выполняем сейчас эту функцию. И из Симферополя, потому что в Крыму тоже очень много надо, что обустроить и сделать. Пока наиболее трудной категории пострадавших и больных эвакуируется в федеральные центры Москвы, а дети – Санкт-Петербург, Институт Алмазов. Это география санитарно-эвакуационной эвакуации из-за рубежа в разных странах, как видите, по-разному. И здесь огромную работу, такое уникальное учреждение, каким является Центр медицинской эвакуации, выполняет. Это достаточно молодые сотрудники, врачи, фельдшера, прошедшие специальную подготовку. Приходится очень много согласований по заданию Минздрава России делать и с ассистант с компаниями, и с посольствами нашей страны в тех странах. Не всегда есть еще стыковки. Последнее время более-менее наладились. Лист ожидания очень большой иногда бывает. Предварительно проводятся и телемедицинские консультации сейчас, в том числе и с Донецком сейчас, и с Луганском. Организована эта работа, умеют люди и работать. Вот примеры работы этих специалистов и на самолетах МЧС, и на рейсовых транспортных самолетах. Детские кювезы применяются. Объем эвакуации значительный. Подготовка каждый иногда занимает и несколько суток, если это не неотложное. Здесь большие проблемы со страховкой. Я вам несколько раз говорил, и для этой аудитории хочу сказать. Минимальная сумма страховки, вы знаете, за рубеж 30 тысяч долларов. Это и на оказание помощи, и на медицинскую эвакуацию. И не важно, откуда вас эвакуируют. Из Белоруссии или из Соединенных Штатов Америки. Мы предлагаем страховым компаниям пересмотреть эти позиции. Отдельно страховать медицинскую помощь, отдельно медицинскую эвакуацию, в зависимости от страны и стоимости вот этой всей вещи. Это, наверное, правильный будет подход. По инициативной группе наших сотрудников, такой активный у нас товарищ есть, Павел Иванович Попов, который занимается эвакуацией из-за рубежа, мы сконструировали универсальное место для эвакуации рейсовыми самолетами. В чем универсальность? Не снимается сидение для пассажиров между грузовым отсеком и там, где мы багаж кладем, и сидением устанавливается это съемное оборудование. Причем оно универсальное для всех типов отечественных самолетов за счет съемных замков, потому что разница в разных типах расстояния крайнего кресла от борта, между креслами и так дальше учитывается. Для чего нужно? У нас такие медицинские модули самолетные для Боинга и аэробуса есть. Вот возникла месяца три назад необходимость эвакуировать сотрудника таможни из Аргентины, так компания Люфганза на своем самолете за эксплуатацию только одного модуля медицинского запросила 12 тысяч евро. Это нереально, конечно. Тогда самолет МЧС решил эту задачу. А вот с помощью этого универсального модуля можно эвакуировать. Мы показывали этот модуль на армии 16, вы знаете, в Патриоте была крупная такая выставка. Он имеет двойное назначение. При вооруженных конфликтах, оснащенных самолетами этими модулями, доставили группу там, скажем, вооруженных людей вместо вооруженного конфликта, а назад можно эвакуировать большое число пострадавших. На Ил-76, пассажирском, не снимая кресла, можно эвакуировать 50-60 человек лежа. Вот в чем преимущество этого универсального устройства. Ну, говоря об основных направлениях, часть я уже назвал из них. Они представлены на слайде. Совершенствование нормативной базы это по любому направлению. Орштатная структура и организационная система санитарной авиации требуют совершенствования. И главное создать условия. В том числе, как вы видите, и касается подготовки специалистов для санитарной авиации. Для руководителей центров санитарной авиации, отделений консультативной помощи издано утвержденные методические рекомендации. А для подготовки специалистов медицинских бригад, центр медицинской эвакуации, центра защиты является родоначальником этой проблемы. За этот период подготовлено более 2000 человек. В том числе, вот для этих 34 регионов более 500 человек. И планируется там еще подготовиться, с учетом развития, еще около 300 человек. Эта проблема важна и с точки зрения подготовки чемпионата мира по футболу. У нас некоторых субъектов, у нас вертолетов нет, не надо никого готовить. Забывая о том, что по требованиям ФИФА, если нет вертолета на стадионе, не будет отлицензирован стадион. Поэтому будут вертолетные площадки, найдутся вертолеты, МЧС и остальные, надо готовить этих специалистов. Это порядка 250 человек. В том числе, не только 11 городов, где проводится чемпионат мира, но и были с лежащих территорий. Потому что при вознаковении крупных чрезвычайных ситуаций, эвакуация на себя с этих 11 городов, где будут проводиться футбольные матчи. Также проводим очень много учений и командно-штабных, и тактико-специальных, где отрабатываются вопросы санитарно-эвакуационной эвакуации. Аналогичную работу проводили при подготовке к Олимпийским играм в Сочи. Главный врач 4-й больницы Анатолий Завражный знает, что такое площадка для посадки транспорта на 4-й больнице, как это отрабатывали системы, взаимодействие с лыжными патрилями, как организовывалась эта работа. Обучение авиомедицинских бригад проводится согласно утвержденной программы, которая зарегистрирована Министерством юстиции для всех министерств и ведомств. В Центре защиты для этого отработаны все необходимое. Обучение в команде, на реальном оборудовании, обучающие симуляционные комплексы с применением симменов, тренажерный полигон. Все желающие, пожалуйста, мы готовы к такому обучению. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Сергей Федорович, за интересный доклад.